Говорит Москва От Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Совета Министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза Дорогие товарищи и друзья Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР С чувством великой скорби Извещает партию и всех трудящихся Советского Союза Что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера После тяжелой болезни Скончался председатель Совета Министров Союза СССР И секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин Перестало биться сердце соратника И гениального продолжателя дела Ленина Мудрого вождя и учителя Коммунистической Партии И Советского Народа Иосифа Виссарионовича Сталина Охваченные глубокой скорбью Тысячи москвичей Вышли в это утро На Красную площадь В сердцах миллионов людей Острой болью Отозвалась горестная весть В эти скорбные дни Все народы нашей страны Еще теснее Сквачиваются В великой братской семье Под испытанным руководством Коммунистической партии Созданной и воспитанной Лениным и Сталином Задолго до того Как был открыт доступ К гробу товарища Сталина На улицах столицы В центре и на окраинах Возник бесконечный поток людей Устремившийся в этот день Траура К дому союзов Трудящиеся столицы Вшли в колонный зал Для великого прощания С гениальным вождем И учителем трудящихся Иосифом Иссарионовичем И Сталином КОНЕЦ КОНЕЦ Не иссякая, течет и течет живая река народной любви и народной скорби. Новые и новые тысячи людей беспрерывно вступают в колонный зал. Тысячи венков, живые цветы, они запечатлели в себе глубокое чувство любви трудящихся к отцу народного счастья. В почетном карауле у гроба руководители партии и правительства товарищи Маленков, Берия, Ворошилов, Молотов. Булганин, Хрущев, Каганович, Микоян. Несут в почетную вахту гроба представители рабочего класса, Снатные колхозники и колхозницы, советские женщины. Неисчерпаемую силу гения отдал Сталин трудящимся людям. Эти руки не знали отдыха в неустанном труде во имя народного счастья. Люди не могут сдержать слез, прощаясь с тем, Чье имя для каждого несовместимо с мыслью о смерти. Ни днем, ни ночью не замирает мерное, как накат морских волн, Движение на улицах, примыкающих к дому союзов. Идут маршалы, генералы, офицеры, Чтобы возложить венки на гроб генералиссимуса Сталина, Величайшего из полководцев мира. Представители героической советской армии Несут почетный караул у гроба Творца нашей бессмертной ратной славы. Со всех концов нашей социалистической родины Прибывали в Москву советские люди Для последнего прощания с великим вождем. По дорогам в Москву съезжали струженики колхозных полей. За много километров от дома союзов Начинался людской поток. Нескончаемой верницей Шли люди К дому союзов. Почтить светлую память гениального строителя Новой социалистической культуры, Воспитателя новой советской народной интеллигенции, Пришли в колонный зал советские ученые, Писатели, Работники искусств, Деятели советского кино, Учителя, Врачи, Инженеры, Студенты, Члены единой семьи строителей коммунизма. Пришли почтить память великого Сталина Представители церкви. Бакинские нефтяники скорбят о том, Кто пять десятилетий тому назад Собирал здесь под боевое знамя Первые отряды революционных бойцов. По всей необъятной нашей стране, Потрясенной великой утратой, Советские люди собирались у монументов товарища Сталина, Выражая свой скольп, свою любовь В столице советской Белоруссии, Минске. У величественного монумента Победы, В столице советской Армении, Ереване. В столице советской Литвы, Вильнюсе. В столице Узбекистана, Ташкенте. В городе, в городе, в городе, В революционной юности товарища Сталина, в столице советской Грузии, Тбилиси. В городе горе, на родине великого вождя. Минула ночь, наступило утро, утро сменилось днем, а десятки тысяч людей все шли и шли по улицам и площадям Москвы к Дому Союзову. В этот день было опубликовано постановление совместного заседания Пленума Центрального Комитета Партии, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР о мероприятиях по организации партийного и государственного руководства. С одобрением воспринял народ это постановление. Руль партийного и государственного руководства в нашей стране в надежных руках, в руках верных учеников и соратников великого Сталина. Под водительством великого Сталина создан могучий лагерь мира, демократии и социализма. В эти скорбные дни из многих стран в Москву прибыли делегации. Делегация великого китайского народа во главе с премьером Государственного Административного Совета Джо Эн Лаем. Преклонив головы перед гробом, они выражают свою скорбь, свою верность нерушимой дружбе китайского и советского народов. Товарищи Джо Эн Лай, Галужо, Ли Фучунь в почетном карауле. Вместе с ними выражают свою скорбь вождь китайского народа Мао Цзэдун, члены правительства Китая и сотни тысяч граждан Пекина. Миллионы поляков разделили в эти дни с советским народом скорбь утраты великого друга польского народа. Неугасимую любовь, глубокую скорбь выражал в эти дни народ Чехословакии. Тысячи жителей столицы Народной Республики Албании, тираны, правительства страны во главе с товарищем Энвером Ходжа дали клятву верности заветам Сталина. Чтил память великого Сталина и трудолюбивый народ свободной Болгарии. Дерегация героического корейского народа возложила венки в гроб товарища Сталина. Воины, герои освободительной войны против империалистических интервентов возлагали венки в знаки великой любви к товарищу Сталину. Их близкие делили с ними скорбь утраты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клятвой верности родному народу присягали солдаты Кореи в память великого вдохновителя борьбы народов за свободу, честь и независимость. В почетном карауле представители немецкого народа товарищи Макс Реймон, Вальтер Ульбрифт, Отто Гротеволь и Вильгельм Зайсер. В колонном зале делегация Франции. Вместе с немецкой делегацией стоит в почетном Жак Дюкло, секретарь французской коммунистической партии. Итальянская делегация во главе с генеральным секретарем итальянской коммунистической партии Тальмира Тольятти. Генеральный секретарь коммунистической партии Великобритании Гарри Полит и товарищ Питер Керриган. Делегация коммунистической партии Австрии во главе с Йоганном Коплинигом. Секретарь коммунистической партии Испании Долорес Ибарули. Премьер-министр Урхо Кекканен возложил венок от правительства Финляндии. В эти дни в Москву из всех стран мира шли соболезнования по поводу тяжелой утраты. Тысячами и тысячами венков выражали народы мира свою скорбь, свою великую любовь и признательность к вождю народов. КОНЕЦ В Москве Венки протянулись траурной лентой От Дома Союзов До Кремля Последняя ночь великого прощания. Утро 9 марта 1953 года. В последний раз у гроба своего гениального учителя и друга, руководителей партии и правительства. КОНЕЦ КОНЕЦ В последний путь. КОНЕЦ 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 председателю Совета Министров Союза СССР и секретарю Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза товарищу Георгию Максимляновичу Маленкову. Дорогие соотечественники, товарищи друзья, дорогие зарубежные братья, наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин. В эти тяжелые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все передовое и прогрессивное человечество. Дела Сталина будут жить в веках и благодарные потомки так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина. Товарищ Маленков говорит о товарище Сталине как великом продолжателе дела Ленина, непрестанно развивавшем ленинское учение, осуществляя которое, товарищ Сталин привел нашу страну к всемирно-исторической победе социализма. Товарищ Маленков говорит о священной обязанности неустанно и всесторонне укреплять советское государство, обеспечивать дальнейшее укрепление единства и дружбы народов, всемирно укреплять могущественные советские вооруженные силы, обеспечение дальнейшего расцвета социалистической Родины. В заключении своей речи товарищ Маленков говорит. Трудящиеся Советского Союза видят и знают, что наша могучая Родина идет к новым успехам. У нас есть все необходимое для построения полного коммунистического общества. С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества к коммунизму. Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина-Сталина! Выступает первый заместитель председателя Совета Министров Союза СССР Лаврентий Павлович Берия. Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Отметив величайшие исторические заслуги товарища Сталина в деле освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации, в вооружении партии и советского народа, величественной программой строительства коммунизма, товарищ Берия говорит о том, что напрасны расчеты врагов советского государства на то, что понесенная тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Товарищ Берия заканчивает свою речь словами. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского государства, неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма, исследуя заветам Ленина и Сталина привести страну социализма к коммунизму. Вечная слава нашему любимому, дорогому, вождю и учителю, великому Сталину! Выступает первый заместитель председателя Совета Министров Союза СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Дорогие товарищи и друзья! В эти дни мы все переживаем тяжелое горе кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы и миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили, и который всегда будет жить в наших сердцах. Товарищ Молотов говорит в своей речи о великом значении деятельности товарища Сталина в создании коммунистической партии, советского государства, братского содружества советских народов, в победоносном строительстве социализма, во всемирной исторической победе над фашизмом, в создании всемирного лагеря миролюбивых народов, говорит о том, что товарищ Сталин открыл для нашей страны светлые перспективы для построения коммунистического общества. Наша партия, следуя заветам великого Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии, вокруг советского правительства. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках. Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина! Да здравствует наша могучая социалистическая Родина, наш героический советский народ! Да здравствует Великая коммунистическая партия Советского Союза! Траурный митинг окончен. ОКОНЧЕН! 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 –ОКОНЧЕН! ОКОНЧЕН! ОКОНЧЕН! Прощай! Наш учитель и вождь! Наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. 12 часов. Незабываемые минуты великого прощания. Миллионы людей, обнажив головы, застыли в скорбном молчании на улицах и площадях, на заводах и фабриках, на строительстве Иртышской гидроэлектростанции. В нефтяном Баку стоят, обнажив головы, строители Менгичаурского гидроузла в Азербайджане. Шахтеры Донбасса. Трудящиеся Алматы. Голгосники Таджикистана. Жители Минска. Ленинграда. Сталинграда. Челябинска. Свердловска. Еревана. Народы всех стран мира прощаются с великим Сталином. Жители столицы Китая, Пекина. Состыли в молчании китайские военные моряки. Воины корейской народной армии и китайские добровольцы. Народная Монголия. Будапешт. Пухарест. Прага. Вечерний Венголий. Квозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великой нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. КОНЕЦ Отдавая последние воинские почести, великому вождю и полководцу, генерализмусу Сталину, проходят по Красной площади войска. КОНЕЦ На многочисленных митингах и собраниях худящихся давали клятву совершить великое дело строительства коммунизма, завещанное товарищем Сталином. Еще теснее сплотиться вокруг Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства. Советские люди своим самоотверженным творческим трудом подкрепляют клятву. С четвертой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества к коммунизму. Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина Сталина.